с болью да об этом говорю я думаю что тех кто нас ненавидят вот всеми фибрами души там процентов 80 богдан анатольевич мы собственно извините вот про это тоже у нас как бы второй час вот как как это вот вообще так сложилось я бы это назвал расчеловечиванием или оскотиниванием прямым но я не думаю что вот эти люди составляют большинство они играют роль вышек вот помните был такой обитаемый остров вот там есть вышки они транслируют эти волны и остальных людей заражают если эти вышки выключить если соответственно все остальные люди попадут под нормальное информационное воздействие большинство людей находится в апатии в депрессии надоела война да вот эта ненависть транслируется она у них как-то находит какой-то находит у них отклик там потому что постоянно насилуют их постоянно насилуют их вот эта информация енина лазаревна я не припомню когда мы вам дали слова поэтому данной ситуации конечно это правдивая цифра данной ситуации в данной ситуации я верю что большинство обычных жителей эту ненависть не разделяет большинство этих людей которые транслируют эту ненависть делают это почему потому что да они могут принадлежать к этой радикальной идеологии ради тщеславия ради тренда ради хайпа да и на что вы хотели добавить я хотела добавить что люди которые находятся под воздействием боевых действий и не знаю доживут ли они каждый день до вечера или до утра они вас не любят да задействован принцип коллективной ответственности вы продолжаете рассказывать сказки говорить что вас кто-то на что-то спровоцировал вы воспитываете убийц и вам это нравится вот чем проблема десять процентов населения относятся так я понял я не лазарев да я понимаю с первого раза я же не спорю да первый сказал про это юсин что 80 процентов у вас думают так как вы сейчас нам объяснять поэтому вопрос что делать вопрос решается очень просто уничтожением вот этих самых вышек и ряда до товарищей операторов этих выше несколько раз всплывала вот это вот цифра 80 процентов да сначала вот максим анатольевич ее как бы так обозначил причем она абсолютно ощущение ощущенческая извините за такое слово коряво это не какая-то социология вот потом вот енина сколовская вроде как это подтвердил что вот 80 процентов нынешнего украинского населения настолько уже вот все через себя это пропустили что кроме чувства ненависти к россии и к русским и желание физически уничтожать русских у них нет поэтому ванне шарики за ролики и я заходят понимаете потому что мы вроде как говорим о тех же русскоязычных людях многие из них тоже русские не нужно здесь вот это возводить спасем русскоязычных защитим русскоязычных нужно защищать русское самосознание на украине сохраним русское самосознание тогда все остальное как вы его будете защищать и тем более сохранять если 80 процентов населения вас ненавидит есть только один в настоящее в настоящее время это можно сделать только одним способом как можно быстрее завидировать совершенно верно и потом начинать спокойно да или нужно было раньше ну это это как бы один единственная возможная ситуация при которой русский язык так сказать останется при которой мы можем защитить русских людей это физическое взятие под контроль территории включение там наши пропаганды и воспитание детей нам нужно чтобы как это было 20 лет назад в чечне чтобы сейчас произошло точно так же те люди которые воюют против нас сейчас должны будущем воевать за нас это единственное вообще это пока только ваши пожелания для этого мы должны это правильное пожелание это правильное пожелание к этому надо стремиться давайте уже в реализме не отрываться от реальности вот вот что важно нет подождите подождите вас секунду формулировать такие пожелания что вы пристали к молодому человеку что он неправильно сказал стремитесь он что сказал что мы я не это не сказал он абсолютно правильно определил цель которой нужно стремиться это будет тяжело это будет долго но это единственное что нужно добиться потому что тогда все что происходит сейчас не имеет никакого смысла с такими темпами